И так, всем привет, это GadgetX. Если еще пару лет назад ко всем молодым китайским брендам относились с большим недоверием, то сейчас стало понятно, что они способны делать отличные мобильные устройства, которые мало чем уступают моделям от самых известных производителей, но при этом стоят в разы меньше. Смартфон Ulefone Power 3 стал этому подтверждением. Ulefone Power 3 относится к линейке долгоиграющих мобильных устройств, поэтому у него установлены аккумуляторы на батарее емкостью 6080 мАч. На фоне некоторых других китайских телефонов это не очень много, но на фоне всех остальных этот показатель очень сильно выделяется. Емкости аккумулятора должно хватить для того, чтобы смартфон можно было юзать в течение 3-4 полноценных дней на одном заряде без каких-либо опасений. Насчет того, что телефон разрядится в самый неподходящий момент. Надежность дорогого стоит, однако. Пожалуй, самая главная особенностью смартфона Ulefone Power 3 является его программное обеспечение. Производитель утверждает, что аппарат работает под управлением официальной системы Android 8.1 Oreo. В остальном новинка обладает безрамочным экраном с соотношением с район 18 к 9. Итак, технические характеристики Ulefone Power 3 такие. Восьмиядерный процессор MediaTek Helio P23 совмещен с 6 гигабайтами ОЗУ и видеочипом Mali-T880 MP2, что гарантирует отменную работу требовательных игровых приложений при средних графических настройках. Слот для карт памяти microSD органично дополняет неплохой объем внутреннего хранилища в 64 гигабайта, предоставляя возможность хранить музыку, фотографии и даже полноценные полнометражные фирмы. Фотокамеры на 21 и 13 мегапикселей снабжены также дополнительным фронтальным модулем 5-мегапиксельным. Значится, отвечает за детализированные снимки даже при вечернем освещении. Удивительно, но им удается даже за впечатление динамических объектов. Поражает воображение автономность гаджета. Аккумуляторы в 6080 мАч подали до 10-12 часов активного экранного времени, а в нужные моменты покупателя выручат функцию быстрой зарядки. Десерт в виде LTE от уже новейшего Android Oreo доводит привлекательность девайса до высочайшего уровня. Но стоит отметить, что есть, к примеру, такой телефон, как Xiaomi Mi Max 2. Так он, значит, с батарейкой 5300 мАч в обычном режиме использования выживает примерно 6 дней. Вернее, чего я же говорю, примерно. Я четко знаю, что он 6 дней проработал, потому что у меня этот телефон есть. И я его тестировал. 6 дней он работает. И работает он, значит, в режиме активного использования. При всех включенных всевозможных модулях, в постоянно горящем экране, он у меня проработал 12 часов. Я даже не полностью батарею заряжал в этот период и не полностью его разрядил. Так что 15 часов он бы стабильно проработал. И сравнивая емкость аккумулятора на Ulefone Power 3, 6000 мАч, и здесь на Xiaomi Mi Max 2 5300, то это говорит о многом, что Mi Max от Xiaomi оптимизирован хорошо, в то время как у других производителей с этим небольшие проблемы, скажем так. Ну, как бы, автономность это не такие же небольшие проблемы. Но если этот аппарат Ulefone Power 3 будет работать хотя бы так же, как Mi Max 2 по продолжительности, то это будет замечательно. Субтитры создавал DimaTorzok